всем привет друзья с вами антон я продолжаю снимать для вас полезный контент сегодня мы поговорим о том как заказать кухню как правильно это сделать и с чего начать обсудим все основные этапы их не так много на самом деле заказать кухню возможно на любом этапе строительства или ремонта идеальным вариантом когда необходимо обратиться к профессионалам я считаю до начала ремонта на кухне во-первых это позволит вам сократить сроки изготовления за счет предварительного заказа как это работает мы очень часто используем своей работе такой вариант сотрудничества когда в доме или квартире на заказа только черновой ремонт первым этапом мы прорабатываем и согласовываем проект обсуждаем цветовое решение далее делаем закупку всех необходимых материалов фурнитуры заказывай так далее и ставим все это на наш склад параллельно мы выдаем нашим заказчику документ на размещение и вывод всех необходимых подключений и коммуникаций в помещении где в дальнейшем будет установлена кухня у каждого ремонт занимает различное время и когда стены выведены под поклейку обоев или покраску на полу уже есть определенное что будет то есть уровень сделана стяжка потолок если это натяжной сделан предмонтаж направляющей для крепления самого потолка то есть другими словами высота потолка уже определена наш специалист выезжает для контроля замеры мы делаем корректировки по проекту ловим миллиметр и так сказать и запускаем в работу учитываем что материалы уже на складе и нам нет необходимости тратить время на закупку а это порой две-три недели если позиция заказная во вторых при таком подходе когда уже проект кухни у вас на руках вы размещаете все коммуникации и подводите разводку всех необходимых подключений бытовой техники согласно проекта который мы вам выдали в итоге все стоит на свои места и современной кухне будут отсутствовать всякие ненужные удлинители там провода и так далее в третьих начиная ремонт совместно с планированием кухни возможно разработать удобную концепцию самой кухни продумать все до мелочей и не привязываться к тому что есть это порой очень мешает позволит это сделать кухню удобной и комфортной в плане эксплуатации и передвижения другими словами идеально вписать ее в ваше пространство я думаю выводы очевидны немаловажно где заказать и как выбрать производителя кухни лучший вариант это хорошая рекомендация если таковых нет и вы первопроходят среди своих знакомых путь один направляемся в мебельные салоны и смотрим на выставочные образцы это лучший способ оценить качество сборки мебели и как правило образец это тот предел данной компании выше которого сто процентов предложить не сможет никогда не понимал людей которые приглашают десятками представителей разных мебельных компаний с образцами и где в лице одного специалиста который он же замерщик он же проектировщик он же бухгалтер и не удивлюсь если он же сборщик на коленках составляет проект выбирает по ограниченному количество образцов фасады и все остальное в общем а как работать будет ящик выдвижной вам покажут на видео в телефоне и люди даже вносит предоплату хотя видят этого человека в первый раз вас устроила цена и это сделала решающий выбор а что вы получите в итоге это уже другая история и ваша головная боль я кстати позже в одном следующих видео обязательно разберу как с виду одна и та же кухня где я внесу ряд изменений незаметных для простого обывателя и определить который сможет даже не каждый специалист зато сэкономить вы сможете 30 а то и все 50 процентов это не инструкция как сэкономить это как получить завернутую в обертку и отдать при этом свои деньги продолжая разговор о выборе производителя выбирайте ту компанию у которой собственная производственная площадка и внимание важно монтажная бригада должна быть именно от этой компании это лучшая схема когда бригада монтажников от этой компании они технически лучше разбираются в том что они монтируют потому что они работают на данном производстве и в случае форс-мажоров они в моменте могут это решить если бригада сторонние то решить в принципе ничего не получится а что самое худшее если что-то пойдет не так каждый из них на своем этапе в ошибках и недочетах как правило ссылаться будет друг на друга ну так это устроено пока не разбирается вы без кухни и так вы определились с производителем следующий этап это предварительный расчет а именно составление предварительного проекта выбор стиля и определение бюджета для этого необходимо некоторые данные это размер стен по которым стоит кухня какая бытовая техника будет учитываться при построении проекта зависимости от сложности возможно еще какие-то дополнительные данные для этого на предварительном этапе достаточно предварительных размеров которые вы сможете снять сами что нужно мерить первое это длина основной стены 2 высота 3 если кухня угловая размер 2 стены сделать пару фотографий лишним это точно не будет конечно вы сразу можете вызвать специалисты который приедет профессиональным инструментом и сделает профессиональный замер по которому можно строить космические корабли но я не думаю что это будет бесплатно делаем замер сами или обращаемся к специалистам как только замер на руках можно начинать проектирование спроектировать кухонное пространство может дизайнер который продумать удобство эксплуатации с учетом нюансов и габаритов помещения разработать эргономику и разместить бытовую технику в удобных местах проработает все детали где будет посудомоечная машина где мойка какая вытяжка где лото и сушка какая будет ну какие будут механизмы выдвижения и где расположить подсветку там рабочие зоны и многие другие моменты то есть все должно быть учтено в итоге вы получаете профессиональный проект вашей кухни продвинтые компании как мы выдают на основании согласованного с вами проекта тех задания на разводку всех коммуникаций и электропроводки с выводом всех необходимых проводов и розеток и вуаля выйдет делать ремонт мы кухню в итоге получается все идеально